В эфире «Панорама Севера» в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из 12 школ и детских садов 9 готовы 100% и 3 в стадии подготовки паспортов. Сегодня-завтра паспорта не получат. Однако в ряде средств массовой информации областной министр по ЖКХ вопрос готовности к зиме в Архангельске необоснованно ставит под сомнение. Но, как отметил мэр Виктор Павленко, всё проходит согласно графику. Всё готово, идёт работа над тем, чтобы подготовиться к максимуму зимнему. Поэтому вот эти все-таки в прессе, попросил прекратить эти все шельмования, кто лучше, кто хуже. Всё идёт по плану. В этом заинтересованы все, чтобы мы нормально пошли в зиму. А не то, что кто лучше, кто хуже. Наоборот, если ситуация складывается, то помочь друг другу. Специалисты городского хозяйства держат курс на завершение сезонных работ. Проверку на гидравлическую прочность теплосети уже прошли. Возобновить горячее водоснабжение планируем в соответствии с утверждённым графиком с 28-го числа. Гарантия, да? Не слышу. 28-го все будем в городе с водой горячей. Артемий Заварзин, Олег Ширеев, Руслан Симушин, Панорама Севера. В Котласе идёт обсуждение создания туристического кластера «Котлас-Сальвычегодск». В рамках данного проекта планируется открытие крытого манежа с футбольными полями, кортом и беговыми дорожками, торгово-делового центра, городского пляжа и парков. Подробнее в материале наших коллег из Котласа. Федеральная программа развития внутреннего и въездного туризма в России существует с 2012 года. Чтобы и наш город в составе региональной заявки смог попасть в неё и получить субсидию в размере почти полумиллиарда рублей, в городской администрации была проведена масштабная работа. Появился целый проект создания туристко-рекреационного кластера «Котлас-Сальвычегодск». Ещё один важный момент, благодаря которому Котлас получит федеральное финансирование – вовлечение в проект частных инвесторов. Именно при их участии в программе удалось отразить, насколько наш город привлекателен для туристов. Проект кластера предполагает строительство объектов туринфраструктуры, гостиницы, туристские базы, зоны отдыха, зоны развлечений, торгово-деловые центры. Это за счёт частных инвестиций, а уже за счёт бюджетных инвестиций, федеральных и муниципальных средств осуществляется реализация сопутствующей инфраструктуры. Итак, в рамках проекта по созданию кластера «Котлас-Сальвычегодск» за счёт частных инвесторов у нас появится Крытый манеж с футбольными полями, кортом и беговыми дорожками. Торгово-деловой центр «Арена», хостел, городской пляж «Двинские пески». Уже началось создание культурно-паркового комплекса «Северодвинье». Здесь будет парк динозавров, зоопарк, арт-бульвар, смотровые башни и лыжа-роллерная трасса. Ещё один масштабный объект – аквапарк. Место, где в скором времени начнётся его возведение, Ольга Горелова осмотрела сама. Пока трудно представить, что в этом огромном здании лесопилки в районе промышленного тупика появится современный развлекательный комплекс с бассейнами, горками, игровыми площадками, солярием. Сегодня здесь вся сетевая система в наличии. Есть водоснабжение, есть газоснабжение, есть водоотведение, есть энергетика. Значит, дизайн будет разработан совместно с предпринимателем Зильбертом. И совместно мы будем здесь превращать это здание в ещё одну изюминку города Котласа. Другой объект, который Ольга Горелова посетила в рамках поездки на юг области – гостиничный комплекс «Сапфир». Он строится на базе бывшего профилактория МЭЗ. Туристов, даже очень требовательных, не стыдно будет заселить в такой номер с евроремонтом, душевой кабинкой, кондиционером, вай-фаем. Причём цены, по словам руководства комплекса, кусаться не будут. Также со временем в «Сапфире» будут оборудованы спа-зона и кабинет для косметологических процедур. Здесь будет гостиничный-ресторанный комплекс, гостиница на номерной фонд 49 мест, ресторан, конференц-зал на 250 человек. В рамках проекта по созданию туристко-рекреационного кластера «Котласа-Лючегоцк» этот гостиничный-ресторанный комплекс будет запущен в эксплуатацию самым первым. Срок его сдачи – сентябрь 2014-го. Остальные объекты, инженерные инфраструктуры и развлечений появятся в нашем городе до 2018-го года. 24 августа – день рождения чипсов. Ровно 161 год назад повар из США тонко измельчил картофель, посыпал солью и обжарил в масле. Так появились первые в мире картофельные чипсы. Как относятся к питанию фастфудом горожане, узнаем из традиционного опроса Инги Швецовой. Положительно, почему нет? А в чём плюсы фастфуда? – Быстро, сытно. – Отрицательно. Очень даже отрицательно. Не люблю. И не советую внучке своей кушать. Мы не кушаем этого. – И почему? Что вредного, на ваш взгляд? Какие самые такие вредные, возможно, продукты? – Жарятся. Жир много. Не нравится. И булки эти все не нравятся. Много там майонезу. – Плохо. Я просто ездил в Питер недавно. Я неделю целую пытался в фастфуде. Мне очень надоело. И больше не хочу там есть. – Фастфуд – это не очень хорошо для здоровья. Несмотря на то, что это довольно быстрый способ питания и как-то заполнить желудок, но я бы не стала так питаться каждый день. – Честно говоря, сама не питаюсь в фастфудах, так как сама поваром работаю. А так нормально. Относительно молодёжь больше, мне кажется, предпочитает фастфуд, чем мы уже. – Порядка трёхсот соискателей рабочих мест встретились на ярмарке вакансий в городе Мирный. Спросы и предложения на рынке труда в Плесецком районе изучала Жанна Малахова. – Владимир Куницын – архангелогородец. Техник-механик по профессии. До недавнего времени он трудился на стройке во втором микрорайоне. В Мирном понравилось, решил остаться. В ДШИ пришёл, чтобы найти работу по специальности. – Я в три фирмы обратился, вот, похожу, посмотрю, как бы сказать. Город мне ваш нравится. Почему нет, зарплаты у вас совсем другие, чем относительно архангельская. В этот раз соискатели принимали представителей 15 предприятий города и Плесецкого района. Предлагаемые вакансии пестрели своим разнообразием. Участковые, сотрудники в патрульно-постовую службу и ГИБДД набирались в полиции. В детские сады и другие образовательные учреждения наравне с уборщиками, дворниками и поварами приглашали социального педагога, музыкального руководителя, концертмейстера. Как всегда, о большом количестве свободных рабочих мест заявили учреждения здравоохранения и предприятия коммунальной сферы. – На сегодняшний день у нас есть потребность гладящих сын ванно-прачечном кабинете, водителей, спецтехники дорожного участка и слесарь гипы автоматики на котельную. – Электромонтеры, электромонтеры на участок эксплуатации кабельных линий. Сегодня мы уже двух молодых людей подобрали. В принципе, я их пригласил, чтобы они побеседовали с директором нашего предприятия. Подойдут, он сделает выводы. Желание трудиться – основное требование к соискателям. И оно есть. По опыту прошлых ярмарок вакансии, после мероприятия существенно возрастает количество заявлений о приеме на работу. В минувшие выходные на родине Синьей Малины в приморском поселке Уйма звучал саксофон. В рамках традиционного праздника Малиного Уйма уже в третий раз лучших архангельских музыкантов собрал фестиваль «Малина-джаз». В этом году он посвящен 135-летию Степана Писахова. На фестивале побывала и наша съемочная группа. Кажется, где еще, если не в уйме, на родине Писаховского Сени Малины джаз и фольклор переплетаются столь органично и убедительно, создавая удивительно понятное и по-особому родное звучание. Увидался таля, увидал, увидался таля, увидал, диву-дивную званье, диву-дивную званье, что Россиюшка широка, а Дмитрийка глубока. Любой джазовый фестиваль — это не только импровизация, но и творческое объединение. Но где еще на одной сцене можно увидеть маститых архангельских джазменов и хормейстера Северного русского народного хора? Только здесь. И это вполне естественно, ведь фольклорные импровизации очень похожи на джазовые, потому хормейстер Северного хора Надежда Миронова в составе арт-ансамбля смело смешивает современную джазовую и традиционную северную песню. Это высокая художественная музыка. И это два направления свободных, в котором присутствуют народные песни, народный голос. Это освобождение чувств. Простой выход из бытовой такой ситуации в состоянии праздника. Вот, то же самое в джазе. Музыкальные обработки фольклора в джазе или джаз в фольклоре. Главная идея фестиваля — работает. Не народ идет к нам, а мы идем в народ. Мы идем, рассказываем, что такое джаз. И джаз все-таки начинался с фольклора, и это перекликается. Тем более у нас традиции фольклорные и этно-джазовые здорово очень развиты. А вот про другого участника Малины джаз многие говорят. У него истинно русская душа. А ведь он американец. Томас Ствальли родился в США, живет в России, пишет музыку, коллекционирует гитары, понимает творчество Маяковского и поет блюз. Вот что лично мне нравится в блюзовой музыке, так это то, что даже самые грустные песни, они не заставляют людей плакать. Наоборот, они делают их счастливыми. Под них хочется танцевать. Очень эмоциональная музыка. Завершился Малина джаз плясками с белым медведем и пониманием. Джаз с малиновым послевкусием можно слушать вечно. Елена Матвеева, Сергей Минин, Панорама Севера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бальсеверянка исполнил приветственную песню для отступивших на родную землю студентов. 22 августа в Архангельске состоялось совещание работников образования. Определив ближайшие планы на предстоящий учебный год, не забыли и о уже достигнутых успехах. Полную видеоверсию мероприятия смотрите на телеканале ПС. 24 августа в поселке Уимске Приморского района на родине легендарного балагура Сени Малины состоялся фестиваль «Малина джаз». В нем приняли участие лучшие архангельские джазовые коллективы и музыканты, а также гости из других регионов России и зарубежья. Видеозаписи концертов, спортивных матчей и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 639 720. Открой город вместе с нами. Архангельский водник готовится к старту очередного сезона. В этом году он знаковый для желто-зеленых. Хоккейному клубу исполняется 90 лет. Специальный символ юбилея появился даже на обновленной игровой форме. Сегодня ее примерили новички команды. Успешного выступления в цветах нашей дружины пожелал губернатор региона Игорь Орлов. Великолепная пятерка и вратарь. В том числе пополнили в этом году ряды исторически главной спортивной гордости по море команды «Водник». Руководство желто-зеленых решило в первую очередь укрепить оборонительные редуты. Новую форму дружины из Архангельска на себя примерили защитники Дмитрий Разуваев из Уральского трубника и Иван Чеглов из Казанского Динамо. Створ ворот отныне под охраной арендованного у московского Динамо вратаря Андрея Рейна. В средней линии работать на благо и обороны и нападения будут полузащитники Вячеслав Маркин, перешедший к нам из команды СКА «Нефтяник» и хорошо знакомый архангельским болельщикам бывший игрок «Водника» многократный чемпион страны Максим Чермных. Он также покинул Казанское Динамо. Интересная команда собралась. Очень интересно поиграть будет. Именно с спортивной точки зрения. И условия все созданы. Коллектив очень хороший, а остальное на поле надо доказывать. Я думаю, мы пришли сюда, чтобы усилить команду. Будем это и проявлять свои способности. По итогам прошлого сезона «Водник» занял шестое место в чемпионате страны. Новобранцы призваны улучшить этот результат. Руководство региона со своей стороны делает все, чтобы главная областная команда готовилась к очередному чемпионату полноценно. Так, благодаря поддержке губернатора Игоря Орлова «Водник» примет участие в Кубке мира. Он состоится в октябре в Швеции. Мы в рамках наших бюджетных всех решений будем поддерживать команду. Это и молодежная команда, и содержание инфраструктуры, и ее развитие. Вы знаете, что за последнее время мы регулярно укладываем средства в поддержание развития стадиона ТОЛД. И я могу вас заверить, что ежегодно вы будете наблюдать изменения в лучшую сторону. Как изменилась с учетом трансферной политики игра самого «Водника», мы сможем судить уже совсем скоро. Послезавтра наша команда отправляется в Ульяновск на первый этап Кубка страны. Алексей Карельский, Алексей Шершов, «Панорама Севера». Далее о курсе валют на 26 августа. По данным Центробанка на 26 августа. Доллар США 36 рублей 12 копеек. Евро 47 рублей 66 копеек. Это была программа «Панорама Севера», которую завершает музыкальный прогноз погоды в исполнении Юнисаль Шарубы. А далее на нашем телеканале программа «В центре внимания». Затем в рубрике «Открытый город» самые интересные трансляции. А я, Елена Гончарова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Да уж, с погодой в последнее время нам не очень везет. Неумолимо движется время. Вот скоро и осень придет. Здравствуйте, с вами Юнис и прогноз погоды на телеканале ПС. Ну и от стихов к прозе. Я расскажу вам о том, что ожидает нас сегодня 26 августа, вторник за стенами уютных домов квартир Архангельской области. Начнем с Котласа. Там сегодня пасмурно, дождь, сильный ветер и температура воздуха плюс 14 градусов. В Плесецке плюс 13 на термометре, также пасмурно, сильный ветер, днем, возможно, гроза. И Вельск, дождь плюс 17 градусов, сильный ветер и о погоде в Архангельске. Утром малооблачно, воздух прогреется до плюс 16 градусов, без осадков. Днем, возможно, небольшой дождь, температура воздуха плюс 16. Вечером также дождливо и пасмурная температура опустится до плюс 13 градусов. Не хотелось бы подводить такой итог, но погода немного зловещая. И у меня есть песня «Под стать погоде». На руках тебя я к машине подношу и сажаю в кресло рядом с собой. Ты теперь молчишь, ты мне нравишься такой, и навеки обрела ты покой. До свидания, увидимся с вами на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова